В своем кратком выступлении я в первую очередь хотел бы остановиться на основных, по мнению Банка России, направлениях развития информационной безопасности. Безусловно, цифровая трансформация создает многочисленные преимущества для клиентов финансовых организаций, увеличивается качество, скорость и доступность взаимодействия клиентов с финансовым сектором, снижается стоимость услуг. Вместе с тем, отсутствие должного внимания к безопасности технологий и защищенности созданных на их основе сервисов создает дополнительные риски как для банков, так и для их клиентов. Не случайно эксперты Всемирного экономического форума, который прошел в Давосе месяц назад, как вы знаете, определили кибератаки в качестве базового глобального технологического риска 2019 года. Очевидно, что наблюдаемый по всему миру рост масштабов компьютерной преступности, прежде всего в кредитно-финансовой сфере, требует скоординированных действий регулятора, поднадзорных организаций и потребителей финансовых услуг. До настоящего времени Банк России не фиксировал случаев существенного ущерба системно значимых кредитных организаций в результате кибератак. Однако нам известно об инцидентах в сфере информационной безопасности, которые приводили к нарушению непрерывности предоставления финансовых услуг и, как следствие, к росту социальной напряженности. Мы отслеживаем настроение в социальных сетях и видим, что клиенты чутко и быстро реагируют на любые технологические проблемы банков. Вы, наверное, помните, когда ряд банков прекращал, приостанавливал свою деятельность из-за неполадок в информационных системах. Это вызывало, по нашим, по крайней мере, оценкам, очень серьезные проблемы для самого банка, учитывая, что клиенты, безусловно, не понимая, что происходит, зачастую закрывали счета, уходили из обслуживания этой организации и восстановить доверие было достаточно сложно. Риск ухищения подвержен объем денежных средств, сопоставимый с остатками по корсчету кредитной организации в Банке России и суммой прихода по этому счету за день. Для небольших кредитных организаций такой объем средств зачастую сравним с размером уставного капитала. Поэтому паник и уход клиентов на фоне компьютерных инцидентов могут стать одной из причин прекращения деятельности кредитной организации. Основная роль Банка России в сфере информационной безопасности заключается в обеспечении уровня доверия населения и бизнеса к финансовой системе страны. Как уже отметила в своем приветствии председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Схебзадна-Набиулина, в 2017-2018 годах мы проводили опрос среди клиентов кредитных организаций с целью выяснить уровень их доверия к используемым услугам с точки зрения их информационной безопасности. Если в 2017 году этот показатель составлял чуть более 40%, то в конце прошлого года мы зафиксировали этот показатель на уровне 70%. Вместе с тем, главным критерием, по которому клиенты оценивают надежность услуг и сервисов, является уровень хищений. Основной показатель здесь – это доля несанкционированных переводов денежных средств с использованием платежных карт. Наша задача состоит в том, чтобы эта доля в целом по банковской системе не превышала 0,005% или 0,05 копеек на 1 тысячу рублей переводов. В 2018 году доля несанкционированных переводов денежных средств с использованием платежных карт составила 1,8 копейки на 1 тысячу рублей. Это несколько выше, чем годом ранее, что, по нашему мнению, связано с ростом прозрачности данных, которые Банк России получает от кредитных организаций. Другими целями нашей деятельности в области информационной безопасности является введение мониторинга компьютерных атак, оперативное принятие мер, направленных на сокращение потерь банков и клиентов, содействие развитию и внедрению инновационных финансовых технологий, которые позволяют более эффективно контролировать риск реализации киберугроз и снижать расходы на обеспечение должного уровня информационной защиты. Далее, уверен, что к настоящему времени сформировалось понимание значения информационной безопасности со стороны участников рынка, как и для их операционной деятельности, так и для достижения стратегических целей. Конкуренция между банками заставляет повышать удобство и качество финансовых услуг, в том числе на основе новых финансовых и цифровых технологий. Одновременно расширяются права и интересы потребителей финансовых услуг с точки зрения их защиты от финансовых потерь. Все это приводит к тому, что фактор киберриска объективно интегрируется в состав основных рисков финансовых организаций. Как известно, в середине прошлого года был принят 167-й федеральный закон в части внесения изменений в законодательство о противодействии и хищении денежных средств. Данным законом существенно расширена полномочия Банка России по вопросам регулирования информационной безопасности и защиты информации в кредитных и некредитных финансовых организациях. Изменен порядок взаимодействия регулятора с поднадзорными организациями. Прежде добровольный информационный объем обмен с финцертом о случаях и попытках нефункционированных переводов денежных средств стал обязательным. Одновременно банки получили легальный инструмент обмена данных для предотвращения хищений. Наряду с правовой основой мы создали технические условия для упрощения и автоматизации процесса обмена информацией об инцидентах хищений. В 2018 году в Банке России начала работу автоматизированная система обработки инцидентов. Она позволяет обмениваться информацией об актуальных угрозах и инцидентах данными о совершении перевода денежных средств без согласия клиентов, включая покушение на такие переводы, сообщать в Банк России о планируемых мероприятиях по публичному раскрытию информации об инцидентах. Сегодня информационный обмен через АСОИ и Финцерт осуществляется более 600 организаций. Среди них 437 банков, 39 небанковских кредитных организаций, 77 страховых и 63 иные организации. Отдельно стоит отметить, что на платформе АСОИ создана и введена в тестовую эксплуатацию база данных об операциях по переводу денежных средств. Средств без согласия клиентов, то есть системы фид-антифрод. С момента ее запуска мы получили информацию о более чем 25 тысяч операций, осуществленных без согласия клиентов. В 2019 году мы планируем полностью автоматизировать информационный обмен через АСОИ, запустить фид-антифрод в боевую эксплуатацию и начать подключать к ней некредитные финансовые организации по мере того, как для них будут вступать в силу требования 167-го федерального закона. Что касается развития методологии обеспечения информационной безопасности, Банк России планирует выпустить нормативные документы, которые направлены на выявление в сети интернет так называемых фишинговых ресурсов и сайтов, связанных с осуществлением незаконной финансовой деятельности. Оперативное ограничение доступа к ним потребителей финансовых услуг требует закрепления за Банком России и полномочий по их внесудебному разделегированию. Соответствующий законопроект принят Государственной Думой не так давно в первом чтении. Этот же документ, как мы надеемся, предоставит Банку России право до судебной блокировки сайтов, связанных с распространением вредоносного программного обеспечения. Следующим актуальным вопросом является противодействие мобильному мошенничеству. Банк России участвует в подготовке изменений в 115-й федеральный закон о противодействии отмыванию доходов, полученным преступным путем, и финансирование терроризма, предусматривающих создание единого канала обмена данными о мобильных устройствах абонентов между операторами связи и банками. Требуется доработки также механизм использования усиленной квалифицированной электронной подписи. Предполагается выстроить единую систему удостоверяющих центров в кредитно-финансовой сфере, где удостоверяющий центр Банка России станет головным для всего финансового рынка. Еще один блок связан с ожидаемым принятием закона о цифровых финансовых активах. Это потребует соразмерных требований к информационной безопасности и защите информации. Разработка этих требований также будет вестись с участием Банка России. Наконец, о национальном проекте «Цифровая экономика Российской Федерации». Здесь наша задача – координировать выработку подходов к регулированию безопасности применения на финансовом рынке таких технологий, как искусственный интеллект, большие данные, киберфизические системы, системы распределенного реестра и другие. Далее, мы исходим из того, что информационная безопасность и киберустойчивость организации кредитно-финансовой сферы должны быть реализованы на трех технологических уровнях. Это уровень инфраструктуры, уровень прикладного программного обеспечения или уровень приложений, уровень технологии и обработки данных. Развитие киберустойчивости на инфраструктурном уровне требует с одной стороны формирования комплекса отраслевых стандартов, устанавливающих требования к обеспечению информационной безопасности и управлению киберриском, а также состав и содержание соответствующих технологических, технических и организационных мер. С другой стороны, создание системы оценки соответствия информационной безопасности финансовых организаций требованием национальных стандартов путем проведения внешнего аудита. Под безопасностью на уровне приложений мы понимаем прежде всего отсутствие уязвимостей в программном обеспечении, которое позволяет совершать результативные компьютерные атаки, введение обязательного использования прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений, сертифицированных в России и протестированного на наличие уязвимостей. На уровне технологии процессов обработки данных мы ориентируемся на обеспечение целостности и подлинности обрабатываемой информации, а также на разработку требований к безопасности обработки данных для каждой новой финансовой технологии. Обеспечение киберустойчивости финансовых организаций невозможно без осуществления контроля и надзора за состоянием их информационной безопасности. На сессиях форума мои коллеги озвучат планы Банка России в этой сфере. Я лишь кратко остановлюсь на некоторых из них. Прежде всего, надзорная деятельность будет осуществляться на основе риск-ориентированного подхода. Для этого Банк России будет использовать данные об уровне и качестве управления киберриском в каждой организации кредитно-финансовой сферы, проведении Банком России надзорных мероприятий. Также планируется использовать для оценки организации результаты стресс-тестирований, более знакомых вам, как киберучения. Безусловно, формирование системы показателей требует времени, и к 2021 году мы планируем начать получение объективной информации по уровню риска отдельных организаций кредитно-финансовой сферы, их готовности противостоять кибератакам с точки зрения обработки киберриска и его финансового покрытия, и, как следствие, уровню готовности кредитно-финансовой сферы противостоять киберугрозам в целом. Параллельно будут разработаны методологии финансового покрытия киберриска посредством страхования и установления дополнительных требований к капиталу. Этой теме, как в прошлом году, будет посвящена отдельная сессия на форуме, где это можно будет обсудить. Данные по финансовым потерям потребителей позволят нам планировать конкретные мероприятия по защите их прав и законных интересов. Далее. Год назад в этом зале я объявил о создании в структуре Банка России и Департамента информационной безопасности. С удовлетворением отмечусь, что департамент состоялся, его руководители присутствуют на форуме. Среди основных направлений деятельности в области информационной безопасности, где требуется организация совместной работы Банка России, экспертного сообщества и участников рынка, хотел выделить следующие основные. Во-первых, эта разработка стандартов в области информационной безопасности и гиброустойчивости, она подразумевает участие представителей Банка России в работе под комитетом номер один, технического комитета 122, стандарты финансовых банковских операций, а также в работе международных организаций. Вторым направлением является взаимодействие по вопросам обеспечения информационной безопасности в рамках межведомственной рабочей группы, куда входят представители МВД, ФСТЭК, ФСБ, Минкомсвязи, Росфинмониторинга, эксперты кредитных организаций. В-третьих, Банк России активно участвует в реализации национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». Основными для нас направлениями здесь являются информационная безопасность и гиброустойчивость значимых платежных систем, что включает использование российской криптографии, формирование подходов к гиброустойчивости инновационных технологий, подготовка кадров для организаций кредитно-финансовой сферы. Уверен, что подробнее об этом мы еще будем говорить на форуме. Что касается подготовки кадров в сфере информационной безопасности, четвертого направления Банк России планирует стать связующим звеном между высшими учебными заведениями и организациями кредитно-финансовой сферы. Это потребует от нас в первую очередь определения потребностей в специалистах такого уровня, разработки профессионального стандарта специалист в области финансовой, в области информационной безопасности организации кредитно-финансовой сферы, подготовки изменений в действующие обязательные ГОСТы и разработки примерной программы профессиональной подготовки для тех, кто уже окончил ВУЗ. Уверен, что все эти мероприятия позволят создать условия для подготовки специалистов в области информационной безопасности, которые действительно необходимы рынку. И, наконец, пятое направление, которое также хотелось бы отметить, это международное взаимодействие. Ключевыми площадками взаимодействия с зарубежными экспертами по вопросам кибербезопасности для Банка России являются Международная организация по стандартизации, Международная электротехническая комиссия и Международный союз электросвязи, Международная организация комиссий по ценным бумагам, Совет по финансовой стабильности, Всемирный экономический форум. Финцерт Банка России заключил соглашение по вопросам обмена информации о киберугрозах и укреплении кибербезопасности с центральными банками Италии, Испании, Турции, Индии. Также соглашение действует со всеми странами Европейского экономического союза. Мы взаимодействуем с коллегами из ЕАЭЦ также по вопросам формирования центров реагирования на компьютерные инциденты, а также создание среды доверия в рамках единого платежного пространства союза. Впервые в мероприятиях 11-го Уральского форума принимает участие представитель Народного банка Китайской Народной Республики. В заключении хочу поблагодарить всех участников Уральского форума за предпринимаемые усилия, за тот конструктивный диалог, который у нас с вами складывается. И я надеюсь, что в ходе предстоящих дискуссий будут определены оптимальные решения, направленные на развитие индустрии информационной безопасности и ее регулирование. Я желаю вам успехов и спасибо за внимание.